Приветствую, друзья! Ну что, противник продолжает выступать под опытным контингентом для окончательной обкатки новых видов вооружений России или испытывая на себе давно разработанные, но редко применяемые образцы отечественного ВПК. Пару дней назад суть сети облетели кадры, на которых бронетехника противника получает похожие на молнии Зевса огненные удары с неба. Позже стало известно, что под Авдеевкой, а именно на ее северном направлении, как раз там, куда противник перебросил значительные силы, наши войска применили против скопления бронетехники ВСУ самоприцеливающиеся боевые элементы мотив 3М. Огненные струи, которые все наблюдали, как раз и есть кумулятивные высокоскоростные заряды со скоростью более чем 2000 метров в секунду и которые прожигают броню в районе верхней полусферы атакуемого объекта толщиной в 70 мм. Поскольку существует несколько способов доставки зарядов мотива к месту атаки, то до конца непонятно, кто именно из наших военных отработал эту атаку. Это могли быть как наземные войска, а именно расчеты РСЗО «Смерч» или «Торнадо-С», так и самолеты ВКС России. В случае применения мотивов расчетами РСЗО, достигаемый результат существенно выше, чем у наших крылатых. Установки «Смерч» и «Торнадо» могут выпускать по 12 зарядов в течение одного залпа. Специальные ракеты, комплектующиеся СПБЭ, включают себя по 5 мотивов каждая. А потому нетрудно подсчитать, что в течение одного залпа установка РСЗО может отправить на голову противника сразу 110 самоприцеливающихся элементов и уничтожить, таким образом, огромную группу бронетехники. Также можно отметить, что РСЗО «Смерч» способна отправлять заряды на дальность в 70-90 км, а «Торнадо-СН» на 120. Наряду с этим, комплектуемые мотивами авиабомбы не могут похвастаться такой дальностью полета и количеством боевых элементов. Например, свободно падающий РБК-500 может поражать боевыми зарядами мотива до 6 танков одновременно. Лучше выглядит в этом сравнении ПБК-500У «Дрель», способная планировать порядка 30 км и нести по 15 СПБЭ каждая. На первый взгляд, ВКС в этом сравнении проигрывают, но это только на первой. В сравнении с РСЗО, самолеты ВКС России могут доставить мотивы туда, куда, как говорится, Маккар Телят не гонял и куда может не быть доступа системам РСЗО. А потому, даже с учетом того, что дрель и несет в себе меньшее количество зарядов мотива, она вполне может разорваться над головой противника и насверлить фатальных дырок в его бронетехнике глубоко в тылу. В общем, не имеет никакого значения, кто из наших ребят отработал в этом случае. Главная боевая целесообразность и результат, который как раз все могли воочию наблюдать. Танкистам противника уже как бы и без разницы, кто именно уничтожил его бронегруппу. Смерчили с торнадо устроили огненный ураган или прилетевшая дрель насверлила отверстия в танках, сделав их похожими на выгоревшие изнутри душлаги. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально, а потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублируй в телеграм-канале видеоконтент с Ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь.